Почему даже в летний период нужно принимать витамин D издобавок? И даже если вы живете в жарких странах, где круглый год солнца, это абсолютно не означает, что у вас хороший уровень витамина D. Почему так происходит, я сейчас объясню. А вы пока подписывайтесь на мой канал, здесь много полезного о здоровье. Меня зовут Анна Кополева, я нутрицовок, который против мучительных диет. Дело в том, что существуют разные спектры солнечных лучей. Бывают солнечные лучи спектра альфа и бывает спектр бета. Так вот, они кардинально отличаются между собой, потому что у нас в организме активно начинает вырабатываться наш собственный витамин D, когда мы контактируем с лучами спектра бета. А когда мы контактируем с солнечными лучами спектра альфа, наоборот, синтез нашего собственного витамина D снижается, и даже тот, что был, может снижать свои концентрации. И загвоздка здесь в том, что лучи спектра альфа способны проникать сквозь одежду, даже сквозь оконные стекла и сквозь смуглую кожу. В отличие от лучей спектра бета, они сквозь смуглую кожу уже проникать не способны, и уж тем более сквозь одежду. И получается, что когда человек длительное время находится на солнце, он уже приобрел вот этот красивый коричневый оттенок загара, который нам всем так нравится, к нему лучи спектра бета практически не поступают. А лучи спектра альфа поступают, и даже в избытке. А лучи спектра альфа у нас снижают синтез витамина D, и лучи спектра бета не поступают. И получается, что человек, даже находясь на солнце, может быть в дефиците этого витамина D. Представляете, какой парадокс? Вот именно из-за этого механизма получается, что добавки витамина D в летний период абсолютно не исключаются. Можно делать перерывы на один месяц. То есть два месяца вы принимаете витамин D, какую-то поддерживающую дозировку, если у вас нет дефицита, а потом месяц делаете перерыв. Потом можно опять этот курс повторить на два месяца. Ну и как же определить дозировку витамина D, чтобы восполнить дефицит или для профилактики? Если у вас по анализам есть дефицит, то есть вы видите цифру ниже 60, потому что в норме витамин D должен быть от 60 до 80. Если у вас меньше 60, то вам нужно принимать по 10 тысяч международных единиц в сутки в течение месяца. Потом еще два месяца по 5000 единиц, для того, чтобы закрепить результат. Если у вас как такового дефицита нет, то для профилактики можно принимать по 3-4 тысячи единиц в сутки, для того, чтобы поддерживать хороший уровень витамина D. Особенно в зимний период, потому что так или иначе, несмотря на все вышесказанное, летом мы какую-то часть этого витамина D получаем. Особенно если кожа еще не смуглая, не загорелая, то вы витамин D в любом случае получаете с помощью вот этих солнечных лучей. Поэтому там можно сделать как раз таки перерыв. А вообще витамин D это один из тех витаминов, которые можно принимать профилактически чуть ли не постоянно. То есть 2 месяца профилактически принимаете, месяц делаете перерыв. В зимний период я бы вообще принимала все 3 месяца подряд, чтобы перерыва не делать, потому что в нашей средней полосе российской солнцем проблема, особенно зимой. Поэтому витамин D очень важен и для нашей гормональной системы, и для иммунитета. Витамин D уже давно признан прогормоном, то есть он нужен для того, чтобы синтезировались наши истероидные гормоны, и гормоны щитовидной железы, и множество-множество других процессов. Поэтому не пускайте это дело на самотек, и нужно полагать, что в летний период, или если вы находитесь в отпуске, длительный какой-то период, то вам не нужен витамин D. На самом деле нужно. И еще очень важный момент касаемо приема витамина D. Если так сложилось, что вам нужно принимать более 5000 единиц витамина D в сутки, когда есть дефицит, то вам нужно на каждые 5000 единиц витамина D добавлять по 100 мкг витамина К2. Потому что когда мы принимаем витамин D из добавок, у нас всасывается больше кальция из пищи, которую мы едим, чем если бы это было без приема витамина D. И само по себе это очень хорошо, это совсем неплохо, кальций же нам нужен. Но дело в том, что сам по себе этот кальций дойти до нужных отделов в нашем организме не сможет без проводника. И как раз таки этим проводником является витамин К2. И если вы принимаете витамин D более 5000 единиц в сутки, добавляйте просто по 100 мкг К2 на каждые 5000 единиц витамина D. И тогда все усвоится как надо. И кальций усвоится, и дойдет до нужных отделов, и витамин D тоже усвоится, и будет работать нам только на пользу. Вот такие вот лайфхаки. касаемо витамина D.